Всем привет, меня зовут Тёма Пуха, я даю интервью специально для команды Street Family город Челябинск. И первый вопрос дает Monkey, как ты начал прыгать? Как я начал прыгать? Начал я прыгать благодаря фильмам Джеки Чана. Я всегда мечтал делать очень крутые трюки, сальто, всякие боевые сцены. Драться мечтал научиться, даже ходил специально на самбо, на карате. И потом мне пацаны сказали, что такое паркур. И я с тех пор мечтаю, и с тех пор я начал заниматься паркуром, и с тех пор я все еще мечтаю как Джеки Чан сниматься в фильмах и прыгать как он. Вроде все. Короче, вот так я и начал, благодаря фильму Джеки Чана. Максим Колуса спрашивает, сколько лет занимаешься и что тебя мотивирует? Занимаюсь я, ой, в общем, занимаюсь вот прям так упорно, я лет 7. Где-то так, в общем по срокам. А начал я еще с 2007-го, где-то вот так. Просто у меня были какие-то периоды, когда я не занимался, и вот активные тренировки у меня лет 7 идут, вот где-то в таком плане. Какой второй вопрос? Что тебя мотивирует? Меня мотивирует? Да у меня, не знаю, у меня нет как прям конкретно какой-то мотивации. Самое главное это любить свое дело, и в принципе мотивация никакая в принципе не нужна. Единственное, бывают моменты, когда я не особо хочу тренироваться, и хочу просто дома посидеть, но я понимаю, что я хочу прийти к какому-то успеху, хочу на этом деньги зарабатывать, и это меня подпинывает идти на тренировки. Дальше. Максим Будюдин, странный вопрос. Какой кайф тебе нравится, и как ты узнал про паркур? Какой кайф мне нравится? Собачий. Бычий кайф. Мне нравится, блин братан, мне нравится любой кайф вообще. Вот все, что приносит мне какое-то удовольствие, наслаждение, мне это все нравится в любом случае. И что там? Как ты узнал про паркур? Я из фильма «Лима Касси», «Тринадцатый район», и как раз на то время были различные всякие передачи, в которых рассказывались про паркур, там и вот все такое, там типа еще когда по ТНТС, там мы их показывали по СТС, там вот, и там сказали, что это называется паркур, паркур, и я вот начал, потом я в интернете все это ввел, посмотрел, узнал как это все правильно делается, называется, и вот так вот я про это все и узнал, более подробно. Дальше. Максим Гернов, я спрашиваю, что вы планируешь гостить и за какой срок? Это вообще моя прям любимая тема в достичь. Я планирую очень многого вообще, не знаю за какой срок, в любом случае я уверен, что я к чему-то приду вот благодаря паркуру, благодаря вот вообще всему этому движению. Достичь я хочу, ой, хочу прийти я много к чему, то есть во-первых, я хочу поехать за границу, хочу себя там показать, хочу поучаствовать на чемпионатах, хочу в фильме посниматься, хочу в рекламе сниматься, хочу там быть каким-нибудь амбассадором какого-нибудь бренда там, не знаю, хочу, чтобы были спонсоры. Хочу себе имя, хочу уважение, хочу судить крупные чемпионаты, хочу просто за то, что я хочу за свое любимое дело получать деньги. В принципе, это моя конечная цель, чтобы я на любимом деле имел какой-либо заработок и имел, в принципе, место в этой культуре и не место в этой жизни благодаря вот этому всему. Что там еще какой-то вопрос? За какой срок, за какой срок, срок без разницы. Я могу и лет сорок как бы к этому прийти, и лет в тридцать, могу через год, через два, в любом случае я надеюсь, что я к этому приду и ничто меня не остановит. Дальше что ли? Моникер спрашивает, сколько у тебя тату и планируешь любить еще? Ну вот татуировки, там везде меня про это спрашивают. Татуировок у меня много, я уже сбился со счету, не знаю, не могу сказать точное количество, но вот у меня сделано, как бы у меня два рукава почти, у меня как бы нога почти вся забита. На второй ноге у меня одна татуировка, на ребрах одна, на животе две, на шее одна и вот спину почти я скоро закончу и будет у меня вся спина татуирована. И не планирую останавливаться, хочу все тело забить, хочу шею, хочу кисть, хочу забить до затылка, хочу ноги, живот, в общем, хочу полностью вообще обтатуироваться в мясо просто конкретно, потому что не знаю, вообще татуировки мне, это мои наркотики, и с каждой новой татуировкой я чувствую себя прям каким-то прям уверенным в себе, чувствую себя красавцем. Это как новый шмот. Да, это как новый шмот, то есть только этот шмот мне на протяжении жизни прям нравится, я постоянно кайфую, чем его больше, тем я прям реально какие-то оргазмы с этого получаю. Вот, так что, что касается татуировок, это вообще очень для меня такая прям ух, ну короче, в общем, это мой дикий наркотик, вообще очень дикий. Так, следующее, что там? Дмитрий Мамаев, как ты нашел свой стиль, будешь ли приезжать еще в Челябову, и какой город о соревнованиях, по твоему мнению, был лучше? Ой, давай тогда вообще по порядку, то я все не запомню. Давай сначала, как ты нашел свой стиль? Ой, ребят, это вообще, я могу очень долго про это рассказывать. В общем, в принципе, все начинается с базы в любом случае. Чтобы прийти к какому-то стилю в своей жизни, нужно знать обязательно базу. То есть нужно базу знать каких-то определенных элементов для прыжков, нужно знать базу акробатики. Допустим, в своем, в моем случае, чтобы прийти к какому-то, к своему стилю, я изучал там, получается, базу растяжки, ну, грубо говоря, вот как руки там растягивать, как там, допустим, какие-то элементы из танцев делать. То есть, и даже я использовал базу капоэра использовал, то есть базу брейк-данса использую. В любом случае, чтобы прийти к какому-то стилю, все опирается на базу. То есть с потолка к вам ничего не придется, все опирается на базу. Чтобы прийти к чему-то новому, нужно освоить вот этот вот фундамент. И вот с этого фундамента уже нужно строить дом, то бишь свой стиль уже. И вот так вот я пришел к своему стилю. И вот имев в своей жизни базу, то есть уже базу акробатики, базу прыжков и, в принципе, уже подготовленное тело, я поначалу, короче, воровал какие-то элементы, пробовал чьи-то другие стили использовать в своей жизни. Но это ни к чему не привело совершенно, ни к чему хорошему, потому что в этом не раскрывалась моя индивидуальность. И в один прекрасный момент попутешествовав по России, пообщавшись с разными людьми, потусовавшись в разных тусовках, вообще, в принципе, побывав не только в паркуре, но и в другой какой-то культуре для себя, я для себя нашел вот некий такой коллаб. То есть вот некий пазл собрал и из разных элементов, и вот получился некий стиль, который вы сейчас наблюдаете. И то я не могу сказать, что это прям какой-то готовый стиль в моей жизни, потому что я еще очень много над этим работаю. Я понимаю, что многие люди еще не принимают этот стиль, вот, и я над ним качественно работаю, чтобы, в конце концов, вот реально получилось то, вот чего реально в мире вообще не было реально. Вот, и я надеюсь, что вот этот стиль будет иметь место в нашей культуре. Вот, и я оставлю, так скажем, свой след в какой-то истории парку. Вот, типа того. Вот следующий вопрос. Будешь ли приезжать в Челябинск? Да, конечно, в Челябинске я с удовольствием еще хочу приехать. И вообще очень много городов есть в России, в которые я очень хочу еще приехать, потому что в Челябинске очень уютная атмосфера, и это в первую очередь Урал. Да, и тут Серега находится, тут находятся ребята, и это Урал, Урал моя родина. На Урал я буду приезжать всегда, на протяжении всей жизни. Вот, и все, кто смотрят это видео из других городов, я всем советую приезжать в Челябинск. Тут очень, очень добродушные, очень добродушные ребята, обязательно всех примут. Серега примет, ребята примут, все вас приютят, накормят, напоят, город покажут и тому подобное. То есть никто вас не кинет, никто не прокинет, все замечательно. Тут очень теплая атмосфера, очень домашняя атмосфера, без излишнего пафоса. Все, какие должно быть в нашей культуре, здесь это все есть вообще. Так что это призыв ко всем ребятам. Приезжайте в Челябинск, вы не пожалеете, тут очень круто, реально. Сюда, да? Если имеется в тур с Полянским, когда мы ездили, то тяжело выделить какой-то город, потому что каждый город по-своему индивидуален. В каждом городе имеется свой контингент, так скажем, трейсеров, которые там присутствуют, контингент людей. И он по-своему крутой и по-своему как бы в нем есть и минусы. Поэтому тяжело выделить какой-то лучший. В каком-то городе вот ребята там больше по труппу, ну не труппу аркуруют, но больше классические прыжки, а в другом городе, допустим, там акробатика, допустим, в каком-то креативность. В каком-то городе все сразу есть. Это как бы круто, лишний раз доказывает, что все мы индивидуальны и тяжело выделить какой-то город лучше. Поэтому в плане соревнований мне все города понравились. Везде была своеобразная такая атмосфера. И поэтому на данный момент я реально не могу сказать, какой город был в нашем туре лучший. А вот если выделить, допустим, какой город, вот я, допустим, какие соревнования, где я именно участвовал. Тоже тяжело что-либо выделить, потому что, допустим, в каких-то городах, допустим, плохая организация, в каких-то хороших организациях, где-то хорошо люди встречали, где-то плохо, есть свои плюсы и минусы. Но в плане организации вот я могу сказать, что самый крутой город был, где я был, это Тула, это Питер и Москва. То есть вот реально три города, в которых организация в плане соревнований просто была вообще очень крутая. И я реально вот нигде подобного пока еще не видел, потому что там люди, которые реально организовывают все это, они относятся к этому серьезно, потому что они в первую очередь заинтересованы в привлечении атлетов к этим соревнованиям. И заинтересованы в том, чтобы эти соревнования как бы проходили не раз в пять лет, а, допустим, раз в полгода или раз в год. И чтобы с каждым разом людей все больше приезжало. И это видно, потому что с каждым годом становится организация все лучше и лучше и лучше и лучше. И самое главное вообще запомнить, когда вы организовываете соревнования в своих городах, вы должны ставить цель не зарабатывания денег, а создания некого бренда на соревнованиях. То есть вот, допустим, есть соревнования вот Red Bull и вот каждый год, допустим, все туда больше, больше, больше народу тянется. А все почему? Потому что привлекается народ грамотно, делается грамотная реклама, делается грамотные призы, спонсоры. И это, соответственно, как бы привлекает народ. А когда вы думаете о том, чтобы заработать деньги, вы теряете истинную цель соревнований. Поэтому возьмите себе на будущее это. Следующий вопрос. Максим Неморецкий, как тебе кубок Урала? Кубок Урала. Это уже второй по счету Кубок Урала проходит. В прошлом году у меня не было, к сожалению, я очень сильно хотел поехать. В этом году я наконец-то попал туда, но в качестве судьи попал. Хотя я очень хотел участвовать, но из-за травмы так получилось, что я был судьей. То есть меня посадили в суде и сказали, раз ты не можешь участвовать, тогда садись в суде. Ну и я сел судить, соответственно. Ой, это было что-то с чем-то. Я лишний раз понимаю, что Урал вообще не отстает от позиции. Тут вообще отбитые люди живут совершенно, которые вообще насрать, что им вообще делать. Если они надо, они в лепешку расшибутся ради третьего, второго, первого места. И вообще, чтобы убрать своего соперника. И это не может не радовать вообще. Потому что я сам с Урала. И то, что я здесь, я видел на Кубке Урала. Прям гордость вообще вызывает, что на Урале очень вообще отъезд. Вот реально талантливые любители, чуваки вообще. И что касается вообще, если в целом брать Кубок Урала, то атмосфера была нереальная вообще. То есть все друг другу поддерживали, все орали. Были нереальные трюки, все орали трюком. Все поддерживали участников. Было что-то с чем-то. И вообще это ребята, кто тоже смотрит из разных городов. Если в следующем году будет проходить Кубок Урала, не пожалейте денег. Приезжайте, вы просто увидите, вы просто вот обалдеете вообще, что происходит вообще в этом плане. Вы увидите атлетов, которые реально просто отбиты наглухо вообще. И зрители, которые искренне друг друга поддерживают. Вот. То есть именно тут есть та самая домашняя атмосфера вообще. И никакого пафоса нет в этом. И нет никаких там, допустим, купленных победителей, судей. Все честно проходит, все объективно. И все тепло, домашнее, по улыбному. Поэтому Кубок Урала в этом году был очень крутой вообще. И что касается организации, по поводу организации, не могу сказать ничего хорошего, ничего плохого. Было что-то примерно среднее, если сравнивать с другими соревнованиями, в которых я объездил. Были свои плюсы, были свои минусы. Но, допустим, организатор, который посмотрит это видео, я думаю, он знает о плюсах и минусах этих соревнований. Я не буду так это все озвучивать. Но в любом случае, ребята, если в следующем году вы узнаете об этих соревнованиях, не пожалейте денег, приезжайте. Будет все очень круто. И ребята здесь вас грамотно встретят и все будут рады. Дальше. Алекс Верт, чего думаешь добиться за это лето? За это лето я уже много чего добился. Уже почти конец лета остался месяц всего лишь. Не знаю. Я вообще за это лето планировал встать на ступень выше, наверное, в плане какого-то сознания. Осознание тренировок, осознание жизни вообще в целом. И у меня, можно сказать, это получилось. Я уже путешествую целый месяц по России. И мне еще месяц предстоит путешествовать по России. Сейчас я нахожусь на Урале. Дальше я уезжаю в Краснодарский край. Буду в Краснодарском крае почти целый месяц. Потом я заново еду в Москву. И потом я только еду в Орел. Потом я еду еще на Черноземье. Еще поеду в Долгородскую область. То есть путешествия мне еще предстоят. И я планирую к концу путешествия. По крайней мере, я ожидаю того, что я вернусь с каким-то новым осознанием чего-то в этой жизни. То есть, как я уже сказал, осознанием тренировок, осознанием жизни. А так, определенной какой-то цели в плане материальной. Я не преследую ни финансовую цель, ничего такого. То есть мне ничего не нужно. Меня материальные ценности сейчас, в данный момент, никакие не интересуют. И за лето я лишь планирую добиться больше каких-то, так скажем, моральных или духовных ценностей. Каких-то обрести в своей жизни за это лето. В общем, вот так. Руся Вебстро. Какая команда лучшая? Я передаю привет Руся Вебстроу. Я передаю команде D-Dales большущий привет. Я отвечу на твой вопрос. Я понял, чем ты клонишь. И все люди, которые сейчас смотрят это интервью, никому не в обиду, а остальным командам. Просто введите в поиске D-Dales и вы сами все поймете. Я считаю, что это одна из лучших команд вообще в России, одна из самых мощнейших вообще. Просто реально, если вы мне не верите, введите D-Dales и посмотрите их видео, начиная с 2008, 2009 года и по сей день. Вы просто офигеете, что они делали по тем временам, что они делают сейчас. И вы сами все поймете, что эти ребята реально очень сильно вообще наваливают и делают очень офигенный уровень. Единственное, что их отличает от других команд, что все это происходит на уровне андеграунда некого. То есть их не интересует коммерция, их не интересует заработок на рекламе, на YouTube, их не интересует модные шмотки, всякие паркуровские и тому подобное. Они реально любят свое дело и они занимаются этим делом уже много лет. И они снимают видео и показывают другим ребятам, что паркуром можно заниматься все еще не ради какой-то коммерции, ради какой-то популярности, а просто для себя. Все эти ребята давно уже работают, многие из них уже работают, уже кто-то семьи имеет, кто-то квартиру имеет и тому подобное. Но тем не менее они не забрасывают свое дело, по-прежнему снимают видео, продолжают многих людей радоваться своим видео, своим контентом. И для меня большая честь, что я с недавних времен вступил в эту команду. Вот, и я теперь, я состою в команде D-Devils. И для меня это большая честь, потому что я с самого первого видео, которое вышло в 2008 году, если я не ошибаюсь, и я посмотрел, и я понял, что я хочу попасть в эту команду. И с тех пор я наблюдал за этими ребятами, и вам советую за ними наблюдать. Вот, и я очень горжусь тем, что я состою в этой команде. Вот, и сделаю все, чтобы как-то продвинуть эту команду на более какой-то высокий уровень. Вот так вот. Никита Чухландцев, чем зарабатываешь на жизнь? Ага, чем зарабатываю на жизнь? Да, много чем. Ну, по крайней мере, раньше много чем зарабатывал, сейчас есть какие-то более определенные вещи. Ой, сейчас, на данный момент, я зарабатываю на жизнь съемками видео. Ну, я занимаюсь съемками видео непрофессионального. То есть, у меня нет какого-то мега крутого оборудования и тому подобное. Я делаю... У меня есть обычный зеркал, как Canon 600, да и есть обычный объектив. И я снимаю видео такие, ну, небольшие, там, где-то минуту-полторы, там, в основном видео, которые требуют, там, для Инстаграма. Либо просто какой-то трейлер нужно снять, я вот их сейчас снимаю за небольшие деньги. Вот. И мне этих денег, в принципе, хватает. Плюсом, я, как бы, иногда, периодически зарабатываю деньги на каких-то шоу. То есть, я, там, допустим, прыгаю, допустим, на видео каком-то могу попрыгать, там, или где-то в каких-то кабаках, там, выступить, попрыгать. Могу, там, где-то потанцевать, там, могу попрыгать. Соответственно, тоже мне за это деньги платят. И пусть не особо большие, но мне на жизнь хватает. Потом какое-то время я пытался шмотками торговать тоже, там, где-то перепокупал, перепродавал. Но это сейчас гибло дело вообще совершенно. Вот. И на данный момент мой самый заработок остался. Это, вот, либо в шоу каком-то работать, либо, вот, съемками заниматься. То есть, больше ни с чего я деньги не получаю на данный момент. Я не работаю, ничего, ни в каких бы тут ни центрах я не работаю. Я, там, не работаю ни на заводе, нигде, ни на кого я не работаю. Я зарабатываю, я чисто фрилансер, вот, как бы, можно сказать так. И сам себе полностью предоставлен, так скажем. Так, давай дальше. Жанна Чеснокова. Привет. Хэк здоровья. Сделай, пожалуйста, завтра в эфире. И скажи, блеск для тебя, Розора Чесноков. Теку от тебя. А-а-а-а. Я, блин, я не понимаю. Я, вроде, не какая-то бегозвезда, там, что-то такое. Ну, когда люди такое говорят, значит, я, наверное, в правильном направлении двигаюсь. Мне очень приятно вообще, что люди такое пишут. Вот, что они, прям, вот, им нравится то, что я делаю. И это прямо воодушевляет реально двигаться дальше. И я понимаю, что, возможно, я двигаюсь в правильном направлении в данный момент. Вот. Жора Чесноков, да? Угу. Окей. Я передаю, я передаю Жоре Чеснокову. Привет, большущий. Желайте всего наилучшего, братан. Развития тебе большого, здоровья. Не падай духом, не бросай свое любимое дело. Если ты действительно любишь тренироваться и любишь прыгать, то, то просто делай это. Все. Не ищи себе, не ищи себе мотивации, не ищи, там, не знаю, лишних поводов, чтобы пойти на тренировку. Если ты действительно любишь свое дело, то просто, как бы, люби его. Если даже ты разлюбишь паркур и полюбишь какое-то другое дело, я желаю тебе любить какое-то другое дело так же искренне, как ты любишь паркур и любишь меня. Вот. Здоровье мое сейчас не в самом лучшем состоянии. Я недавно травмировал себе плечо, надорвал связки, у меня что-то с диском там. Мне врачи сказали, месяц надо ходить, восстанавливаться. Месяц надо толком рукой не шевелить, ничего. На данный момент я сейчас просто хожу, я просто растягиваю шпагат себе пытаюсь. Вот. И все. И вот, вот, ребятам подсказывают, что, как и делать. То есть, в принципе, ну и просто, я не знаю, там общаясь как бы с людьми, это тоже своего рода как бы развитие для меня. Вот. То есть, в любом случае, я не теряюсь в этой жизни, даже несмотря на то, что я как бы получил травму. И тебе, Жора, тоже самое свет. Если ты получаешь травму ни в коем случае, не забивай на нее, не начинай пить там сразу и то подобное, лучше грамотно вылечись. И если, допустим, ты не можешь прыгать и развиваться физически, тогда развивай свою настенно обязательно. Вот. По поводу задки, я сейчас нигде тут ее не смогу сделать. Не знаю, если завтра будем на тренировке, я с больной рукой попробую тебе что-нибудь, какой-нибудь трюк сделать. И ребята, возможно, это видео вставят, наверное, скорее всего. Хорошо, давай, Жора. Тебе удачи, вообще. Спасибо тебе большое. Егор, не старец. Какой по вкусу носок? Какая по вкусу охота? Как позже время держать челку ногой? Я знаю Егорку. Егорка, крутой чувак. Привет, Егорка. Я надеюсь, что ты посмотришь это видео. Тебе большой привет. Надеюсь, мы с тобой еще скоро увидимся, поугараем еще как следует. По поводу вкуса носка. Ребята, вообще, если честно, этот носок был нереально грязный вообще. Мы еще прыгали, получается, мы прыгали на набережной. Ну, то бишь, я прыгал в песок. Ну, соответственно, сами понимаете, носок был в не лучшем состоянии. Но для видео по кафе я все-таки решил пожертвовать своими зубами, не знаю, вкусовыми рецепторами. И сделать такой мега оригинал трюк с носком. Поэтому на вкус он был мне очень приятный. Но тем не менее, ну что не сделаешь ради охеренных трюков? Вот так вот. Это какая по вкусу охота? Охота крепкая по вкусу. Ну, не знаю. Многие говорят, что она ужасная по вкусу вообще. Якобы это там квас со спиртом и тому подобное. На самом деле обычный крепкий пивас. То есть его вполне нужно легко выпить. Ну, по крайней мере, я могу его легко выпить. Так что охота по вкусу нормальная. За какие-то там секунды, да, 18-17. Особенно холодная охота очень вкусная вообще. Очень кайфовая. Залазить прям как они так делают. Да, это не на правах рекламы. Так что, ребята, если кто еще не пробует, то пробуйте обязательно. Еще чем-то. Как вообще не держать челку ногой? Да, у меня когда... Если кто еще не знает, кто еще не видел. У меня раньше была нереально длинная челка. Даже сначала была одна. Потом я растил на обе стороны. У меня была корешка такая, чисто как у девочки. И вот я придумал кучу трюков с этой челкой. И вот там есть одно видео, где я челку не матываю на ногу. Вот. И делал с ней с ней кувырок. И было на самом деле не очень приятно. Потому что я прям реально после этого трюка, я вырвал себе вообще прям клочок волос. Прям реально у меня выпал. Потому что реально больно было. Вот. Но я думал, что этот трюк зайдет, короче. И вот я его снял. Я его сделал. Я сделал много трюков с челкой. Я как бы снял. Ну, это было как бы реально больно. Вот. Я снял, смонтировал. И это видео не особо зашло. И я как бы оставил эти трюки с челкой. Подстригся. Вот. Но я снова как бы рассчитываю себе маленько волосы отрастить. И некоторые трюки с челкой все-таки оставить. Потому что кому я когда-то вживу. Ну, вот Руси в Эпстраку. Он когда-то видел этот трюк. И он прям с него охренел, короче. И вот я планирую снова себе волосы отрастить. И снова трюки с челкой какие-нибудь еще сделать. Так что вот так вот. А Леша Казаков. Когда еще тур? Когда еще тур? Да, у меня всегда тур по жизни, братан. Я тебе больше скажу. Вот я сейчас учусь как бы в городе Орел. Вот я там почти не бываю вообще. То есть я прихожу в основном там. Но я там живу какое-то время. В том, если появляется возможность куда-то уехать на какие-то соревнования. Там, допустим, на какие-то баттлы поучаствовать. Либо просто куда-то уехать на какую-то тусу. Я всегда уезжаю. То есть у меня тур вообще по жизни. Просто сейчас идет на данный момент. Я реально везде путешествую. Сейчас вот все за границу. Хочу поехать. И вот. Хочу себе евро-тур прям устроить. Вообще жесткий. С какими-нибудь там иностранцами какими-то пообщаться. Может, снова слово Полянский поедем. Мы все планируем с ним за границу вместе съездить. Там будем гасить наверно. Вот. И пока что в планах только с границу съездить. Так. Дальше что? Иван Мишин. Кто по жизни правит? Аааа. Что за вопросы? Господи. Я передаю привет Ване Мишину. Ванек привет. Если что, я скоро буду в Новороссийске. Так что давай приезжай. Подтусим обязательно. Вот. Так что кто я по жизни? Кто я? Да. Я. Бродяга или за бродяга? Я. Бродяга по жизни. Братан. Ебать там. Ты сам видишь. Я такой. Короче, бродяга по жизни братан. Папин бродяга. Маме симпатяга. Я знаю. Да. Или ты мне пояснить что ли хочешь? Я не понял. Ты мне в личку пиши. Если у тебя какие то вопросы, я не знаю. Там пооткрывайся. Сергей Павров. Вилка в глаз и не ушел в глаз. Ты че блин? Ты че блин? Ебаный рот пиздец. Это реально интересует. Попрессует. Блин. Знаете, я такое чувство как будто на зоне сижу. Мне сейчас поясняют от себя два пацана ебать. Не знаю. Не. Вот конечно вообще по адекватному. Конечно вилкой в глаз не надо вообще. Не знаю. Мне кажется. На деле я б засал ебать ебать. И возможно бы я был бы слабоват на задок ебать. В общем вот так вот. Не знаю. Наверное бы вилкой в глаз. Но если б я засал, то и в жопу дал бы. Скорее всего. Не знаю. В общем вот так вот. Так. Давай шоу мы стреляем. Дальше я тебе на вопрос. А. Виктория. Ой Вика привет. Это кстати прикол да. Типа. Дэнн. Что ты делаешь. Йоу. Барбара. Это короче у нас с ней такая приколюха есть. Ребят просто вы не в теме маленькой. Вот. Это просто Вике привет из Ростова на Дону. Вот. Денис Пучегов обязательно мне передавать привет тоже. Ребят надеюсь тоже скоро с вами увидит все. Потому что с вами реально весело тоже тусоваться. Давай дальше. Я тогда наверное не буду. Так они уже были. Так. Иван Онухов. Где нашел такой стиль. Ну вот я уже объяснял что через. Через различные какие то сферы деятельности. Которые. Откуда я брал базу. И просто какой то мозаик состряпал для себя. Вот так и появился мой стиль в принципе. И вот такой город из Тура. Ну город из Туры я сказал что определенного нету лучшего. То что все города по своему они уникальны. И Денис Серегин когда еще раз дать гостя. Ёл Женек тебе привет. Привет привет. В Самару. В Самару я очень хочу приехать вообще. Это город мне вообще понравился по атмосфере. Там вот я уже как я уже сказал в Самаре живет дух андеграунда. Живет дух андеграундового паркура вообще просто. Люди все кто не все кто там не был за советую всем отгоняй в Самару. Реально вообще там. Вот реально все кто вот прям хочет почувствовать это андеграунд. Вот прям все туда. Всем туда нужно ехать. Вот. Что касается меня. Если будет какая то возможность я прям реально сразу поеду в Самару. Если будут какие то соревнования в Самаре. Там по фрирану. Там какие то базы по паркуру. Там не знаю что будет вроде этого. Я прям обязательно приеду. Потому что я по всем соревнованиям стараюсь кататься. И там периодически где там мне дорогу оплачивают. Вот. Возможно если будет возможность. Если будет даже возможность на халяву вообще приехать в Самару. Я прям сразу приеду. Если будет там даже если не особо дорого будет возможность в Самару приехать. Я обязательно приеду тоже. Так что ребят. Ждите в гости. Я прям очень хочу в Самару. И надеюсь что в скором времени я туда еще обязательно скатаюсь. Аркадий Высоцкий. Были случаи когда я хотел все бросить. Йо привет Аркаш. По поводу твоего вопроса. Были случаи когда я хотел все бросить. Да были. Я даже бросал на три года. Я три года вообще не прыгал. Вообще выпал из жизни паркура. Это был момент когда я уехал с Урала. Когда переехали мои родители. Когда я тоже переехал. И у меня вообще как-то резко отпало желание вообще тренироваться. Вообще заниматься паркуром. Заниматься прыжками. Не знаю. Вот я не знаю почему. Но мне не охота было ходить на тренировки. Мне не охота было купить сальтухи. Там не знаю видосы смотреть. Реально я все на это забил. Вообще вот реально выпал из жизни паркура. Я не смотрел ни видео там. Ни фотографий. Не знал там что происходит вообще. Вот. Не знаю даже вообще не могу объяснить причину. Вообще почему я тогда бросал. Но тем не менее я бросал. Вот. Как бы признаюсь в этом честно. Не знаю. Не видел какого-то видимо об этом смысла вообще заниматься. Просто не хотелось. Вот реально. И с тех пор я как бы себя убеждаю. Что если вы не хотите допустим что-то делать. И ищите для себя какую-то мотивацию. Чтобы там прыгать и тому подобное. Вообще забейте тогда на это. Вообще не прыгайте. Возможно вы найдете себя в другой сфере. Я вот пытался найти себя в другой сфере. Я пытался танцевать. Пытался брейк-данс танцевать там. И в коллективе танцевал тоже. Там несколько лет. Вот. И потом не знаю. В один прекрасный момент. Я снова начал прыгать. И не знаю. Как-то вот ребята. Я познакомился со скитой. Познакомился с Лешей Куком. И вот как-то пообщавшись с ними. Посмотрел как они прыгают. Они показали мне видео. Вообще вот. Вообще ребят которые сейчас прыгают. Вот. И я как-то воодушливался этим. Вот во мне реально какое-то второе дыхание проснулось. И вот я начал как бы заново вообще тренироваться. И вот это и вот получается я более-менее заново начал тренироваться. Восстанавливать форму. И вообще как бы вернулся во всю эту культуру. Вот примерно год назад. То есть это было прошлым летом. Потому что где-то да. В этом мае. Где-то лето так было. Вот. Когда я с ними познакомился. Они вот как-то реально меня удушевили. То есть короче. Уже ровно год как я снова вернулся в эту культуру. И вот как-то стараясь мне развиваться. И я имею сейчас на данный момент более глобальные цели. И пока что у меня нет желания вообще бросать сейчас. Потому что у меня сейчас идет очень бешеное вдохновение вообще. Я вдохновляюсь поездками различными. Вообще общением с ребят. Могу вдохновиться какой-то другой сферой деятельности. Которую я могу использовать в паркуре. Так скажем. Вот. Вот так в принципе. Артем Захаров. Зачем столько тату? Потреблят с выступлением? The Devil's. Спасибо. Спасибо, братан. Спасибо за поздравление. Много тату. Зачем? Но я как уже говорил. Потому что для меня это наркотик. Когда-то давно в детстве. У меня отец сделал себе татуировку на плече. А потом из-за татуировки на ноге. Мне это ужасно понравилось. Я понял, что когда я вырос, то я забью себе все тело. И так оно и получается. Я сделал себе сначала одну татуировку. У меня были партаки ужасные. Вообще там набиты. И хрен знает как вообще. Я прям с ней кайфовал. Потом я понял, что можно делать более адекватные татуировки. Я начал делать более адекватные татуировки. Вот. И я не знаю. С тех пор для меня это вообще наркотик дикий. Я не могу без татуировок. У меня прям реально вот по сей день. Вот я уже сколько ни делал татуировку. У меня прям ломка. Я хочу снова лечь, короче, подыми. Чтобы не сделали как-то новый рисунок. Чтобы я получил оргазм с того, чтобы я глянул в зеркало. Я вот прям глянул, что у меня вся забита спина. И просто оргазм сломился там, братан. Ну, поэтому, что касается вообще татуировок. Вообще, братан. Вот пока вот я реально все тело не забью, как я хочу. То я, наверное, не успокоюсь. Точно, скорее всего. Вот так вот. Георгий Дубинит. Тимошка по пивку может? А? Вот меня Лукашум сейчас каким-то доставляет Гошан. Не знаю. Не, ну можно, конечно, по пиву вдалеке на меда. То есть, как бы все люди расслабляются. И иногда нужно расслабиться. Потому что все время жить в напряжении. И, как бы, и пускать всю энергию на тренировки творчества. Это... Я вижу в этом некую одержимость, наверное, что ли. Она, как бы, может быть, с одной стороны, и хорошо. Но и в то же время эта одержимость может плохую шутку с вами сыграть. То есть, нужно... Можно, конечно, выпить. Но лучше не пить. Лучше не курить. Лучше не подругать наркотики. Но если... Но если вы так хотите, то пейте. Главное в меру, ребят. Главное пить в меру. Главное не забухивать, не загуливать. Потому что, если вы реально имеете цель прийти к чему-то в жизни с помощью паркура, то лучше пить редко и мало. И не курить желательно, не употреблять наркотики. Но если вам так хочется, то употребляйте. Разрешил. Нормально так. Айрфан Кирилл. Ты состоёшь в ПК ФР и как долго будешь прыгать? Я не состою в ПК ФР Крю. Нет. Меня почему-то постоянно все это спрашивают. Составили ли я в ПК ФР Крю? Нет. Я не состою в ПК ФР Крю. Меня туда даже не звали, не приглашали. Я не снимал видео на отбор и тому подобное. И пока такого возможности не было и не предлагали, и не предлагают. И что там было? И как долго будешь прыгать? Да пока не знаю. Пока не надоест, наверное. Пока не сдохну. Пока не сдохну, да. Пока не надоест. В любом случае, пока физическое здоровье мне позволяет, я обязательно прыгаю. И даже когда у меня физуха не сможет мне уже позволять прыгать, то в любом случае я в этой теме останусь. Но буду, наверное, развиваться больше в какой-то коммерческой сфере. То есть, возможно, я буду набирать атлетов и как-то продвигать их, потому что буду уже вводиться в этой теме более адекватно. А сейчас я хочу вот именно кайф от этого получать и развивать себя конкретно сейчас. Не знаю, поэтому нет определенного срока. Просто как вот, ну не смогу, не смогу. Если желание пропадет, брошу. Если физуха не станет помогать, то тоже как бы перестану, но в этой теме буду вводиться, как бы стараться постоянно. Вот так. Александр Константин, как зарабатывать на жизнь или чем? Да я вот уже говорил, что зарабатывал на жизнь прыжками в шоу каком-нибудь, либо съемками видео. То есть, ничего такого, я не борожу наркотиками, ничего. То есть, то все думают, что я какой-нибудь наркоман. Нет, я не борожу наркотиками, не борожу ничем вообще. То есть, я чисто зарабатываю творчеством, и я получаю с этого нереальный кайф. То есть, я получаю деньги за то, что мне больше всего нравится делать. Вот так вот. И вам советую тоже в этой жизни прийти к тому же самому, чтобы вы зарабатывали деньги на своем любимом деле. Вот так вот. Ярослав Денисов, планируешь ли бить тату на лице? Вообще, сейчас не хочу, короче. Вот реально сейчас я не хочу, не знаю почему, но в дальнейшем чувство желания появится. Я хочу себе, возможно, я захочу себе татуировку на лице сделать, но это будет, наверное, не знаю, очень не скоро. Вот. Не знаю почему, вот. И, кстати, многие спрашивают про это. Видимо, в силу того, что сейчас очень много людей пытается там татуировку на лице бить, не знаю, может это можно. Как бы стало. Но сейчас я не хочу, правда, на лице себе ничего делать. В дальнейшем, возможно, захочу и то не полностью лицо, что-нибудь одну татуировку на лице себе сделать, и все, возможно, не бы хватило. Но сейчас я не хочу. Хочу просто шею, там, хочу затылок, но и все, где-то хватит. Глеб Захаров, первое тату? Первое тату? Первое тату у меня было фриран. Вот здесь вот мне били, вот просто вот так иголкой тыкали, вообще вот прям тыкали, 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 тыкали какой-то сраной тушью. Вот. Я не знаю, будет видно на видео или нет, но здесь у меня татуировка фриран, и вот здесь вот у меня глиф неправильный набит. Вы вообще представляете, каким я был уёб, просто что я набил себе глиф на ладони вообще. Короче, ну это, ну, я татуировки эти оставил, потому что это мне напоминает о моей бурной молодости, о моих бурных тренировках, как я сильно фанател вообще там от глифа, как я фанател от фрирана. Вот честно, мне вот прямо сейчас, конечно, стыдно, но и смешно одновременно. Вот. И всё. Потом у меня были всякие разные там, вообще всякие, всякие, всякие были про таки. Но первым это ту, это было фриран. Вот так. Да. А Стану Рашидов, ты не хотел бы забрасывать, чем ты занимаешься? Ты тоже отвечал? Ну, отвечу ещё раз, ничего страшного. Нет, сейчас не хочу забрасывать вообще вот всем, чем я занимаюсь в жизни, то, чем я зарабатываю, и то, чем я двигаюсь, там, в плане паркура и тому подобное. Нет, я не хочу сейчас забрасывать, потому что я чувствую вообще нереальное вдохновение на очень много времени вперёд. Вот. Есть над чем работать, и я реально стараюсь сейчас всё время и силы вкладывать в творчество, и реально не хочу забрасывать, потому что я чувствую, что я к чему-то приду ещё вот благодаря этому всему. Вот. Поэтому, нет, я не собираюсь вообще бросать, и даже мыслей не было вообще ни разу бросить. Только когда-то давно были, сейчас нет. Сейчас я чувствую прям нереальный подъём вообще, нереальную форму чувствую и в плане мозга, и в плане тела. Вот. И последний вопрос. Пётр Дитков, что именно вдохновляет и откуда берётся мотивация? На следующий приз нескоряк. Короче, Питюха, тебе привет. Это твоя кофта, не забывай. Пацаны тоже передают тебе привет. Все передают тебе привет. Привет, Питюха. Ты меня понял, что я тебе говорил по поводу развития. Ты прям должен это всё заполнить. Так, что именно вдохновляет, откуда берётся мотивация? Вдохновляет, братан, меня всё, что я вижу вообще. Мотивацию конкретно я ниоткуда не беру, просто я люблю это дело, я иду и занимаюсь. Когда мне не хочется заниматься, я как бы себя мотивирую тем, что я реально хочу на это деньги заработать. И я иду на это просто как… Я просто иду и делаю свою работу. Когда, допустим… А так вот, ну, мне всегда хочется прыгать вообще, реально всегда. У меня мозг просто вот работает в плане трюков на 24 часа. Я прям трюки даже записываю, телефон какие придумал. То есть я прихожу на тренировку, у меня всегда есть почва для развития, есть почва над чем тренироваться. Поэтому у меня конкретно как бы мотивации нет, вдохновляет меня вот всё, что я вижу вообще. Реально, я могу вот просто, общавшись с людьми, просто начать прыгать жёстко, Потому что они воодушевили меня своим разговором. Не знаю, могу увидеть… Могу услышать какую-то музыку просто. Услышать там какой-то трек, который меня будет воодушевать, там, разгонять кровь. И меня прям будет вообще перфигавить. Могу вообще, не знаю, там вдохновиться тем, что, не знаю, И не знаю, может, увижу какое-то видео в танцах там, Или просто увижу, как человек танцует, или просто как он ходит как-нибудь вообще не понятно. Как-то раз я увидел инвалида, который ходит вот так вот, и я, короче, на фоне его вообще придумал такое сальто сделать вообще. И, конечно, это будет аморально, глупо, но реально на его фоне, что он вот так вот ногу выставил, я понял, что, блин, а прикинь, если я вот так вот возьму, короче, ногу поставлю, возьму как-нибудь вот так вот, не знаю, потом еще как-нибудь руку просуну, возьму ногу, сделаю так заднее сальто там или переднее, и все. И вот так вот какие-то вещи, которые меня окружают, я ими вдохновляюсь, возможно, какие-нибудь там животные могут меня вдохновлять, все же любят, допустим, кошек вообще-то подбрасывать, вот они всячески там летят, вообще всячески там типа кувыркаются, пожалуйста, на фоне этого можно вдохновляться, придумать какие-то трюки, вот там кошка прыгает как-нибудь вот так, все, пожалуйста, взял срантатор то же самое, сделал как-нибудь, выдался, встал в ноги, и все как бы креативно, интересно, пожалуйста. И ищите вдохновение как бы вокруг себя, не надо смотреть видео там различных вот ребят, не, ну вы смотрите, это понятно, но не нужно прям слизывать там трюки у них вести, копировать, это вообще не то, ищите вдохновение вокруг себя, вы каждый по-своему индивидуально, вы каждый имеете свой мозг, свое мышление, свою призму, вообще свой взгляд на тренировки. Используйте это, используйте вещи, которые вас окружают, прогоняйте их через свою призму, и я уверен, вы придете к чему-то своему, причем к тому, от чего вы будете кайф получать, нереальный вообще просто. Вот, что по поводу вискаря, блин, ну я не алкоголик, я не очень редко пью, и вот, но вискарик, конечно, за знакомство, за встречу, наверное, бы, конечно, бахнуть маленечко так иногда, но в меру, ребят, в меру, в меру, не нажирайтесь как свиньи, вот, ну как я уже сказал, если хотите, нажирайтесь. Вот так вот. Так, что-нибудь надо пожелать подписчикам? Ну, можно. Всем зрителям, подписчикам команды Street Family города Челябинск, вообще все, кто наблюдает за творчеством челябинских ребят, подписывайтесь на их каналы, на их инстаграмы, на их паблики, подписывайтесь на мой инстаграм, на мои контакты, там, и фейсбук, там, и подобные. Ссылочки на написании. Да, может, ребята ссылки оставят, там, я стараюсь сейчас делать более годный контент, более интересные фотографии, видео с пушками, там, и тому подобное. Вот. Что я хочу пожелать, ребят, все, что я вот уже говорил, я надеюсь, мои слова, они останутся бесследными в вашей голове. Любите свое дело, развивайтесь, неважно, будь это паркур, там, будь это бизнес, не знаю, может быть, это работа, музыка, там, и тому подобное. Главное, любите свое дело, любите то, что вы делаете, и цените людей, которые вас поддерживают и окружают. Не ищите вокруг себя какой-то мотивации, вдохновляйтесь тем, что вы имеете вокруг себя. И если вы имеете нужных людей вокруг себя в своей жизни, они вас будут вдохновлять, они вас будут поддерживать, и вам не придется искать какой-то мотивации, чтобы пойти на тренировку, там, и тому подобное. И всегда стремитесь к тому, чтобы вы были, как-то, так скажем, более свободными, чтобы вы зарабатывали на любимой неделе, получали с этого кайф. И главное самое, ребят, имейте голову, имейте мозги, не надо все пускать на самотек в плане тренировок, в плане жизни. И я уверен, что у вас все получится в этой жизни. Вы найдете себя и свое место. Так что, ребят, давайте, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok